В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко, главное. Не пройти, не проехать. Условия, в которых живут в микрорайоне газораспределительные, можно смело назвать экстремальными. Большой улов. Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконные действия браконьеров. Торжество с размахом. В Махачкалинском доме-интернате номер 4 для детей-сирот устроили настоящий праздник с шарами, аниматорами, песнями и танцами. Разбитые дороги, канализации и потопы во время дождей. Уже не первый год жителям окраины Махачкалы приходится жить в таких вот условиях. Всяческие просьбы обратить на них внимание и, наконец, решить проблему микрорайона газораспределительной были безрезультатны. Почему, выяснял Карим Даниев. Тут около 20 сантиметров. Это не самая глубокая яма на этом участке. Жители газораспределительного микрорайона города Махачкалы устали требовать ремонта дороги. Бесконечные обращения в городские службы не дают должного эффекта. Критическое состояние дорог на этом участке создает аварийность и ставит под угрозу жизни людей. Все работы на данном участке ограничиваются локальным ямочным ремонтом. Мы видим здесь глубокие ямы, не соответствующие никаким параметрам. Есть национальный стандарт у нас. По национальному стандарту, Росстандарт, там говорится о том, что яма не должна быть глубже 15 сантиметров. Это автобаны, автомагистраль. Но у нас не автобаны, а автомагистраль. У нас местного значения. Тут должно быть не менее 5 сантиметров. 5 сантиметров глубиной, шириной 60. Посмотрите, что происходит. Здесь 20-25 сантиметров. О чем это говорит? О том, что ни один момент, ни один стандарт здесь не соблюден. Человек поворачивается, автомобилист поворачивается, застревает ями. Он может не среагировать и может быть крупной ДТП с исходом, очень нехорошим исходом. Вот этот участок дороги, он давно уже не ремонтируется? Он уже год в таком состоянии. Приехали один день, намазали там 15 квадратных метров. Уехали с того времени, прошло уже 2 месяца, почти 2 месяца. Обращения в разные инстанции не помогают решить проблемы поселка. Среди прочих неудобств на голову жителей свалилась еще одна. Проблема в том, что вся канализационная сеть подключена к ливневой трубе тут. Начиная с Ахмедхан Султана, Таркинская канализационная сеть, и все попадаются вот открытые вот сюда. Это сегодняшний день прекрасно, тут воды нету. А после первого же дождя она сливается, вся канализация по дороге и затапливает вся вокруг этой канавы. На бумаге это не канализация, а водоотводящая рык реки Талгинки. По факту же здесь собирается много мусора. Жители жалуются на зловоние, исходящее из реки. Вы сейчас здесь видите скопление мусора, очень много бутылок, очень много отходов, которые вообще здесь не должно было быть. Это все открытое здесь. Вечером здесь невыносимо, запах очень, ну такой едкий запах, невозможно открывать. Вот видите, здесь дома есть рядом, окна не могут, жители жалуются, не могут они открывать. Реку собирались закрыть. Управление ЖКХ города Махачкалы еще в 2017 году подготовило проект по перехвату стоков и прокладке труб диаметром 1,2 метра. Дальнейшего продвижения по проекту нет, но появились новые сроки. На сегодняшний день нами были организованы выездные мероприятия с целью профессионального обследования данного технического сооружения, на основе которого был подготовлен дефектный акт. Следующим этапом будет составление смертных расходов с дальнейшим включением данных работ в проект бюджета города Махачкалы на 2022 год. Ситуация на самом деле очень сложная, то есть передание дачным сообществом статуса поселков городского типа не повлекло за собой модернизацию существующих сетей и развитие инженерно-технического обеспечения. Вследствие этого люди получают это самовольно, прокладывают канализационные линии, не вопреки требованиям устройства в грибных ям Шамбол и соответственно появляются антисанитарийные условия. Но сейчас работа ведется. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, Ирина Канберова, телеканал ННТ, Махачкала. Закон о бесплатной газификации частных домов приняла Госдума. Теперь от трубопровода, который проложен в населенный пункт до границы домовладения конкретного человека, газ будут обязаны провести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам. Этим займется Газпром. А там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации. Роста тарифов выше инфляции обещают не допустить. Честный диалог с властью. Министр по земельным и имущественным отношениям республики Заур Иминов провел пресс-конференцию. Участниками стали журналисты, блогеры и общественники. Затрагивались вопросы по ограничениям на юридически значимые действия с землей. Кроме того, сотрудники СМИ интересовались ходом работы по возвращению федеральных земель в собственность республики. По словам Заура Иминова, уже удалось вернуть часть территории в Махачкале и Дербенте. Говоря об инвентаризации земель, руководитель ведомства сообщил, что за пять месяцев работы удалось выявить неэффективно используемые республиканские земли. В собственности республики всего около пяти тысяч участков, однако лишь часть этих земель используется на основе договоров. Из тысячи пятьсот договоров более чем полтысячи договоров на сегодняшний день имеется задолженность по аренде, запользованные земельными ресурсами. Что еще происходит? Взяли земельные участки в аренду ранее, используете их, получаете меры государственной поддержки или субсидий, но отказываются на протяжении уже нескольких лет аренду плата вносить. Только по аренде на сегодняшнюю задолженность составляет более 250 миллионов рублей. Также в ходе пресс-конференции обсуждались вопросы о внесении изменений в закон о статусе земель отгонного животноводства и другие темы. Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконные действия браконьеров. В ходе проведенных мероприятий было осмотрено 12 судов и маломерных плавсредств, задержано несколько нарушителей правил порядка нахождения и пересечения пограничной зоны, в том числе один находившийся в федеральном розыске. Всего изъято более 400 экземпляров рыбы осетровой и частяковой породы. Главным результатом совместной деятельности в акватории Каспийского моря стало снижение браконьерской активности, что способствует сохранению популяции ценных видов рыбы. Более 4000 человек сделали прививки от коронавируса в Хасавюртовском районе. Из числа вакцинированных граждан ни у одного не возникло каких-либо осложнений от прививки, благодаря соблюдению рекомендаций врачей. Для удобства жителей района запущен и мобильный пункт по вакцинации. В специально оснащенной автомашине жители могут провести медицинский осмотр и сделать прививку. До конца года планируем в Хасавюртовском районе более 70 тысяч человек вакцинировать. В первое время наши жители Хасавюртовского района как-то с недоверием относились к вакцинации. Вот на сегодняшний день добровольно идут многие жители, добровольно идут и делается вакцинация. Нурбаган Нурбагандов, отец Героя России Магомеда Нурбагандова, победил на праймере с Единой Россией по выборам в Государственную Думу. За него отдали голоса более 48 тысяч избирателей. Предварительное голосование прошло в онлайн формате с 24 по 30 мая. Нурбагандов родился в 1957 году в селе Бускрида Хадаевского района. Окончил Дагестанский государственный педагогический институт. В настоящее время работает директором Серга Калинска средней школы номер 2 имени Героя России Магомеда Нурбагандова. Окончательный список кандидатов на выборы утвердит съезд партии. Кинологи Росгвардии познакомили дагестанских школьников с особенностями дрессировки собак. На встрече ребята узнали об основных функциях кинологического подразделения, главных правилах при дрессировке собак и о качествах, которыми должны обладать кинологи Росгвардии в работе с животными. В рамках встречи росгвардейцы продемонстрировали ребятам навыки своих служебных собак немецкой овчарки Герды и бельгийской овчарки Женевы по выполнению различных команд, поимке и конвоированию преступников, а также обнаружению взрывчатых веществ. Нет ничего больнее, чем встретить взгляд сироты. Дети, которые особенно нуждаются в любви и внимании. В Махачкалинском доме-интернате номер 4 для ребят устроили настоящий праздник с шарами, аниматорами, песнями и танцами. Акция прошла ко дню защиты детей. Подробнее расскажет мой коллега Хамзанур Магомедов. Ему слово. Береги свою планету, греть рукой, поможем ей. В этом интернате очень талантливые дети. Они могут красиво петь, сочинять стихи и зажигательно танцевать. Ребята продемонстрировали гостям свои способности. Праздничный вечер для ребят устроила директор строительной компании «Монолит-05» Эльмира Потахова. Помещение украсили шарами, а столы – горячие дойки сладостями. Чтобы дети лучше учились, компания подарила интернату два новых компьютера. Очень важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и защиту. И поэтому мы сегодня приехали в школу-интернат, для того, чтобы сделать еще один день радостным и веселым для детей нашего Дагестана. Украсили вечер известные артисты, которые исполнили для ребят одни из лучших своих произведений. Праздничный вечер для ребят устроила директор строительной компании «Монолит-05» Эльмира Потахова. «Сказал, я хочу сделать какой-нибудь подарок детям. Каким детям можно сделать?» Я говорю, ну вот есть, например, сироты в интернате, которым наверняка будет очень грустно, одиноко, тем более в День защиты детей, 1 июня. Давайте сделаем им сюрприз. И так обрадовали и аниматоры с постановками из известных мультфильмов. Ребята выполняли за ними все задания. Такой праздник у них останется в памяти надолго. Для этих детей не хватает внимания. А все остальное – кушать, пить, спать, все у них есть. Вот обычное человеческое отношение, улыбка, общаться. Все, что это им сейчас на сегодняшний день дают наши дагестанцы. Огромное спасибо всем за мероприятие, за то, что пришли, посетили наших детей. Партия «Единая Россия» открыла в Хасавюрте реабилитационный центр. Здесь будет проходить реабилитация детей с диагнозом аутизм, задержкой речевого и психоречевого развития. Работа центра будет направлена на помощь особенным детям и их родителям, которые часто даже не знают, с какой стороны подойти к такому необычному ребенку. Жители Новолагского района посетили муфтия республики. На встрече присутствовали глава района, депутаты, религиозные деятели, спортсмены и активисты. В ходе беседы говорили о сплоченности и взаимодействии. Глава муниципалитета отметил высокую роль духовенства в становлении мирного и здорового общества. У нас в районе 23 мечети, в каждом селе есть имамы, ставленные духовным управлением. Внутри района ни с имамами, ни с главами сельских администраций, ни с районной администрацией никаких проблем нет. Обычно запоминается на всю жизнь та вот маленькая помощь, которая оказана в трудную минуту. Как вы сказали, в прошлый год для всех нас, для всей республики страны был очень трудный фонд Инсан. И в больнице помогали, и семьям малоимущим помогали, со всех сторон поддерживали. Это не забывает, это еще больше нас объединяет друг к другу, симпатия и уважение. Это все сложности, какими ни были проблемы, в моем понимании, конечно, когда есть сплоченность, это на второй план уходит все проблемы. Когда есть взаимное такое понимание, это очень большую силу дает. У вас в среде лакции, что хорошо, в остилении, в религиозной сфере отсутствует. Вот это очень приятно. И о спорте. Дагестанец Магомед Гаджиев стал чемпионом Европы по боевому самбо. Турнир проходил на Кипре. Воспитанник московской школы «Самбо-70» выступал в категории до 71 килограмма. Все свои предварительные поединки Гаджиев выиграл уверенно, а в финале он встречался с представителем Азербайджана Эмилем Хасановым. Эта схватка выдалась упорной, однако за 30 секунд до ее конца дагестанец сумел провести болевой прием на ногу. Магомед Гаджиев выходит из селения Урада Шамильского района. В свои 30 лет он впервые участвовал на соревнованиях такого ранга. С золотом из Болгарии на родину вернулись победители юношеского первенства Европы по вольной борьбе, прошедшего в минувшие выходные в Софии. Так земляки из Кайкенского района устроили торжественную встречу Магомеду Магомедову. Воспитанник спортшколы села Первомайское стал лучшим в категории до 38 килограмм. Радость победы с чемпионом разделили его самые преданные болельщики, родные и друзья. На импровизированном митинге глава Кайкенского района Магомед Эльдерханов, а также другие представители власти и спортивной общественности поздравили чемпиона и пожелали ему покорения новых высот. Отметим, что перед этими соревнованиями Магомедов выиграл первенство Дагестана, СКФО и России. Это по юношам результат. Это хорошо, конечно, но мы, иншаллах, будем надеяться готовиться на будущее, на мир, на Европу, на Олимпиаду, с помощью Всевышнего. Очень приятно. Да, Магомед показал, проложил дорогу. У нас сейчас молодое поколение, которое будет развиваться, для них будет большая мотивация. Очень приятно, что Магомед у нас, он как и спортсмен, и как мой брат, очень рад за него. Спасибо Расулу. Это его заслуга. Мы все видели, на что Расул, сколько он тратил, сколько он возил ребят, сколько он вкладывал в этих ребят. Просто без Расула, я думаю, с помощью Аллаха, Мухаммад, не был чемпионат. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»